Друзья, вам никогда не хотелось уснуть на автобусной остановке? Или чтобы вы так стояли, ждали автобус и перед вами виднелись заснеженные вершины? А может быть на автобусной остановке вам хотелось бы понаблюдать, ну скажем, за теннисным матчем? Но может вам надоели типичные прямоугольные остановки из металла и стекла? И вам хотелось бы остановку какую-нибудь, ну скажем, в виде кокона? Поверьте, все то, что кажется фантазией и мечтами уставших работяг и студентов, на самом деле уже является реальностью. Сегодня мы расскажем о 10 остановках мира, на которых, наоборот, хочется, чтобы автобус не приезжал как можно дольше. Station of Being, Умео, Швеция. И да, у этой остановки есть свое название – станция бытия. Это та остановка, с которой не хочется уезжать. Спустя две недели после того, как она была построена, пассажиропоток здесь увеличился на 35%. Представляете? Здесь с помощью света и звука сообщается о приближающихся автобусах и о маршрутках. Но любят остановку не поэтому. Перед проектировщиками, в роли которых выступила нидерландская студия Rombot Freeling Lab, и шведским исследовательским институтом RISE стояли три задачи. Во-первых, остановка должна была быть пригодной для суровых погодных условий. Во-вторых, остановка должна использовать технологии Smart. Ну и в-третьих, она должна привлекать людей, что позволит повысить популярность общественного транспорта. Также учитывалось мнение местных жителей, которые отмечали тот факт, что ожидание автобуса на остановке – это томительное ожидание, вызывающее стресс. Да, на этой остановке нельзя посидеть на скамейках, поскольку их тут нет. Стен здесь тоже нет. Зато есть интересные конструкции в виде стручков гороха, которые свисают с крыши. Предполагается, что в них люди могут спрятаться, опереться на них спиной и отдохнуть. А чтобы никто не пропустил свой автобус, остановка издает различные звуки в зависимости от того, какой из автобусов приближается. Так, если это автобус, идущий по маршруту к стекольному заводу, то на остановке звучит музыка, напоминающая стекольный звон. Остановка при университете Синчжу, Тайвань. Вот уж где точно позаботились о студентах. С южной стороны вуза находится остановка, где нет четко обозначенных сидений. Зато есть доски, расположенные на разной высоте. Таким образом, можно не только посидеть в ожидании транспорта, но и полежать. Есть тут и гамак. С учетом того, как иногда устают студенты, это очень важный момент. Также крыша здесь озеленена и наклонена так, что по ней можно даже погулять, как по миниатюрному парку. Остановки Крумбаха, Австралия. Бессомненный лидер в области изготовления необычных остановок – австралийский городок Крумбах. Одна из них расположена недалеко от теннисного клуба, где проходят местные турниры. А для того, чтобы не пропустить детали игры, даже в ожидании транспорта, здесь соорудили небольшую трибуну. Другая интересная остановка в Крумбахе представляет собой деревянную камеру-обскуру. Благодаря чему остановка не загораживает красивый вид, а напротив, дает возможность любоваться пейзажем. Работала над ней супружеская пара архитекторов, являющиеся лауреатами Притцеровской премии – Ваншу и Лу Веню. И еще одна, пожалуй, самая известная остановка в городе была спроектирована японским архитектором Суфудзимота. С виду конструкция напоминает лес из тонких стальных стержней, которые поддерживают винтовую лестницу. Так как и в этом месте также разворачиваются красивые виды, то любой человек, ожидающий свой автобус, может забраться наверх по лестнице и полюбоваться местной красотой. Проект, однако, неоднократно подвергался критике. Кто-то считает, что конструкция совершенно бессмысленна, ведь у нее даже нет крыши, и она не сможет защитить от дождя. А кто-то сравнил остановку с детской площадкой, отметив, что она годится только для развлечений. Остановка из деталей Лего, Лондон, Англия. Еще одна детская автобусная остановка была сооружена в 2014 году в английской столице в рамках празднования так называемого года автобуса. На реализацию замысла потребовалось 100 тысяч деталей Лего. Из разноцветных кирпичиков построили даже маршрутное табло. Сооружалась она на протяжении двух недель одним единственным человеком – Дунканом Титмаршем, который является единственным сертифицированным профессионалом по Лего. Фруктовые остановки – Канагай, Япония. В маленьком городке Канагай, префектура Нагасаки, находятся несколько остановок в виде фруктов и ягод – клубники, яблоко, арбузы и так далее. Изначально они были сооружены специально для выставки Экспо в 1990 году с целью привлечения гостей со всего мира. Но особую популярность они завоевали спустя 15 лет, когда о них стали говорить во всем мире как о местных достопримечательностях. Футуристическая остановка. Куретиба, Бразилия. Интересное место для ожидания транспорта находится в бразильском городке Куретиба. В основном такие остановки расположены в центре. Для того, чтобы попасть внутрь и спрятаться от солнца или дождя и отдохнуть в тихой стеклянной капсуле, необходимо пройти через турникет с помощью билета или абонемента на транспорт. Это позволяет сэкономить время непосредственно посадки на автобус. Кстати, именно здесь, в Куретибе, в 1974 году впервые в мире была успешно внедрена система скоростного автобусного сообщения. Баз Рэпид Транзит, Берти, Бетонная петля, Касар де Касерос, Испания. Была создана в стиле брутализм местным архитектором Хуста Гарсия Рубио из цельного кольца железобетона. Со стороны остановка выглядит как сложенный лист бетона. В роли основного элемента конструкции выступает изогнутая бетонная лента, которая также выполняет функцию навеса. Крыша также выполняет и практичную роль. Нейтрализует автобусные выхлопы. Остановка Обеденный стол, Либерец, Чехия. В 2005 году в чешском городе Либерец современным скульптором Давидом Черным была создана остановка в виде огромного стола, который накрыт к обеду. И именно под ним расположились места для ожидающих транспорт. На столе помимо бутылок и посуды есть один необычный элемент. Блюдо, на котором лежит человеческая голова с воткнутой вилкой. Если верить автору произведения, то это голова конкретного человека. Конрада Генлейна. Предателя чешского народа во времена фашистской оккупации. Остановка Дом. Вентура, США. В Калифорнии находится инсталляция Bus Home, которая также выполняет роль автобусной остановки. Работал над ней скульптор Денис Аппенхейм, который показал некое превращение автобусов в дом. Делал он это с определенным замыслом. Показать пассажирам, что после поездки на автобусе они окажутся у себя дома. В уюте и комфорте. А пока приходится ждать автобус, можно попить воды у питьевых фонтанчиков и даже взять на прокат велосипед. Умные остановки в разных частях света. Студентам университета штата Кентукки была создана остановка под названием «Проект Боттл Стоп». В качестве стен здесь использовали бутылки с вмонтированными в них светодиодными фонариками, которые работают за счет солнечной энергии. Таким образом, днем бутылки заряжаются, а вечером от них исходит естественный свет. В Амстердаме свой вклад в креативные остановки внес местный фитнес-клуб «Фитнес Ферст». Когда человек садится на скамейку в ожидании транспорта, на табло появляется вес сидячего. Видимо, если вес не устроит пассажира, ему не придется долго думать, какой бы фитнес-клуб записаться, ведь на табло будет вся необходимая информация. А британским инженерам и дизайнерам Лоуренсом Кэмпбелл Куком было предложено соорудить остановки, которые преобразовывали бы энергию, проходящую между специальных панелей людей, в электричество. И это электричество использовалось бы для освещения. В общем, остановки бы освещались от движения прохожих. Друзья, это была десятка необычных остановок. Пишите в комментариях, какая вам понравилась больше всего. И заходите на наш второй канал с Maps Education, где вы узнаете больше о зарубежном образовании. Субтитры создавал DimaTorzok